Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, это 6 эпизод видео прохождения Spider-Man Web of Shadows. В предыдущем эпизоде мы охраняли, оберегали вот этот музей от нано-роботов, сделанных некой пока еще неизвестной нам организацией. Нам помогала чудесная кошка в своем черном латиксном костюме. И сейчас будет вторая часть миссий, вернее, миссий черной кошки. Конечно, не за, потому что играть-то нам за нею не дадут, а только лишь приносить айфоны, которые она нам закажет. Придем сейчас к ней и будем этим заниматься в очередной, в очередной раз. Вот она на той башенке, по пути нужно всех паучков собрать. Я напоминаю, если кто не знает, отыгрываю роль плохого парня. Все решения, весь выбор будет у меня только черного цвета. Ух, я сейчас в здание-то врезался, довольно забавно. Только черный парень. Вот, я решил, что моя игра в этот раз будет именно такой. Нет, пошли в жопу эти парни, я их ненавижу просто проигнорировать. Попытаюсь, вдруг они не захотят меня убивать. Как бы там ни было, Женщина-кошка это второй персонаж. Первый был Люк Кейдж, который был в самом начале. Тот самый гей-нигер из открытого космоса. Вот, он нам больше не встретится на пути, так как он принадлежит к сюжетной линии, которая отвечает за добрые поступки. Ну, то есть, если бы я был красным пауком, то смог бы его призывать, возносить, лелеять, плечом плечу с ним сражаться. Но, поскольку я такой злой ублюдок, у меня в напарниках пока только Женщина-кошка. Так, не могу на здание забраться. А, немножко не туда. Вот она. Сейчас она дает миссии. Рада видеть тебя в приятной целости, Спайдер Мум. Тебя тоже. Багл не был в списке. В списке цели Кейджи. Да, позор, что девушка не может выбить точную информацию из бандита. Куда катится мир? Я попыталась проследить за парой плохих парней, пока ты играл там, и выяснила, что они исчезают. Ну, приехали. Ясно. Что, вероятно, означает секретную базу. Именно. Какие же последователи зла без своей секретной базы? Возможно, я нанесу им визит. Поздравлю с соседством в паучем стиле. Звучит неплохо. Увидимся, когда ты разнесешь это логово, вопросительный знак. Будь уверена. Итак, значит, две миссии опциональные. Кобедит одного меха. Неприятно говорить, но это не были последние роботы. Криминальным лидерам их постоянно не хватает. Мне всегда мало, Человек-паук. Иди, уничтож роботов. Хорошо. Хотя он на самом деле сказал, сделаю. Поговорить о том, как быть супергероем опционально. Просто поговорить. Представляете, гавно какое. Так какое отношение ко всему этому имеет Кинг Пин? Какое отношение к этому имеет Табби? Пушки? Наркотики? Все, что может испортить мир и сделать его богаче? Кто такой Табби? Мне прям аж интересно стало. И ты решила приструнить его. У меня выдался денек из серии. Если бы я был супергероем, это лучше, чем твой денек из серии, было бы неплохо ограбить банк. Я рада, что ты так думаешь, потому что обычно я чувствую себя неудачницей после того, как пытаюсь сделать что-то эдакое. Все в порядке. Правда? Да, иногда. Назови хоть один. Ну тогда ты показала себя с отличной стороны. Спасла мою жизнь еще кого-то. На самом деле, какая-то дешевая брехня. Все это ложь. Я очень хорошо танцую, понимаешь? Где-то ты хуже, где-то лучше. Спасибо за попытку. Мне просто нужна была поддержка. Прощай. Какие нелепые, абсолютно нелепиши разговоры. Мне сейчас нужно исследовать секретную базу. Но до этого я уничтожу одного механического робота. И что там еще мне нужно было сделать? Черт подери. Только что взял миссию и уже забыл остановить пять группировок кегли. Ну солдат-то я не буду бить. Ну короче, по сути только одного большого робота мне нужно найти, чтобы самоудовлетвориться. Помогу милицейским пацанам. О, смотрите, я убил всего лишь двух ублюдков. И это уже считается за целую группировку. Не-не, базой меня не надо напрягать. Я знаю, когда на нее пойду. Пока что я вот разберусь. Странно, маркер, видите, есть. А на деле тут никого нет. Переместился на сосед... А, это летает. Летает этот мистер мини-гоблин. Да блин, как же так? Дай-ка я попробую в красном костюме одолеть. А, черт. Серьезное дело, серьезное. В красном костюме гораздо проще справиться из-за вот этого мощного удара супермена. Блин. Придется тогда переодеваться по такому случаю запоминающемуся. Вообще мне даже... Я обманываю гравитацию, словно Нео в матрице. Так, ну вот с этими парнями-то без моего красного-то костюма не обойтись. Смотрите, я ранил его. Ранил, теперь главное успеть. Успел, теперь понажимаю три кнопки. Это, конечно же, XAB. Как обычно. Так, замочил одну пушку. Теперь, я думаю, призову кошку. А почему бы нет, собственно говоря? Пусть она отвлечет его пока. Или, может, даже замочит. А я вот еще одну машину кину в него. Все, кошка, ты мне помогла. Можешь отправляться к себе в гнездышко. Так, тут надо задолбить на А. Такого я еще не видел. Ах ты, ублюдок. Выскакивай. Нажали на кнопочку. Наверняка кнопочка самоуничтожения. Да, действительно, это самоуничтожение. Сейчас взорвется. Опасность. Ну. Я не вижу, чтобы он взорвался. А зачем кошка его убьет? Ну что, дурная? Он же сейчас взорвется. Ну что? Так, я победил одного меха. Одного меха. Теперь, может быть, пойду замочу несколько преступных группировок. Или нет, не по пути нам. Черт возьми, где-то нужно мост поискать. Может, так просто туда не добраться. Бруклинский мост. Со мной прямо кошка прыгает спокойно. Не унимается. Не хочет пойти к себе в убежище. Ах ты какая, надоедливая. Ну все, давай, может, тебе вниз надо нажать, подержать, чтобы ты ушла. В натуре, ну только нужно было вверх нажать, и она убежала моментально. Ну что ж, неплохо, неплохо. Тоже полезно, потому что вот она жизни там подлечит себе все такое. Тут у нас Вилсон Фиск. Вилсон Фиск. Он нарисован менее жирным, чем он на самом деле является. Это очень странно. Но это просто у игры такой стиль. Ох ты, пацаны. Пацаны, сейчас я вас немножко потормошу. Потому что что-то вот... Какие-то беспределы устраиваете. Ах. Пошел ты. Ой-яй-яй-яй. Сейчас тебя своими усиками... Усиками буду атаковать сейчас найду. Группу людей буду усиками. Вот опять не группа, бесполезно. Дурацкие группировки из двух человек. Ну что ж, все такие немассовые-то. Во, вот на этих сейчас потрачу свою суперсилу. Во. И почему-то не схватил... Не схватил их. Может еще раз? Блин, да что ж такое? Опять не схватил. Иди сюда. Нифига какие-то длинные усики. Ну вот, на самом деле всего одна группировка осталась. И я буду получать множество-множество очков опыта. Просто за то, что я еще пару человек завалю. Так, и где они? Вот. Вот. Ну ты не ублюдочки. Стенолазы. Стеноходы. Так, а что они развешивают? Я-то разрушал эти штуки, но я ни разу не задал себе вопросов. Что это такое? Может кто-нибудь расскажет мне? Так. Не удалось. А, хорошо пошло. Вообще супер бесполезный прием, говнище. Что ты делаешь со мной? Ты меня звуком, что ли, атакуешь? Ах, на тебе суперудар по земле. Это же было полезно, правда. Да блин. Словно они знают, как атаковать мой костюм. Черт. Это же была группировка, не так ли, а? Была, не правда ли? Нет, вы серьезно? То есть вот эти чуваки не считаются за преступную группировку, да? Тоже мне, блин. Собирать или семочек. Охренеть. Ну, а здесь у нас что за разборки? Ух ты, еще один. Ну, это тоже, это тоже не, значит, не группировка бандитская. Это просто робот. Я позвал кошку опять, чтобы она помогла отвлекать этого ублюдка. Может, я его вручную завалю? Не, бесполезно. Стойте, а где кошка? Кошка пусть отвлекается, пусть пока отвлекается. Какая машина, не кину его. Вот так, ублюдок, не ожидал, что у тебя машина-то полетит. На самом деле, не каждый человек может на этом свете предугадать, что оп, в него машина летит. Ну, а теперь, парень, я с тобой разберусь по-жесткому. Короче, не буду тратить силы на какие-то там штуки, я просто тебя завалю. Да, блин, или непросто. Нет, чувак, я вот вижу тут ментовскую тачку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, в задницу ментовскую тачку. Или не в задницу. Нет, пожалуй, нанесу тебе удар такой непростой. Всё, чувак внутри сдох. Да вроде бы сдох. Пробка образовалась мне, кто-то пибикает. Пошли в задницу. Вот, вот это преступная группировка, настоящая. Неподдельная. Всех за душу. Ах, ну нет, тебя. Пощажу. Смотрите, я завершил опциональную миссию. Полиция против Кегли. Иди, кошка, домой. Иди домой, проспись. Просуши. Глотку. Не, пока двинусь через Бруклинский мост, пойду исследовать секретную базу. Не знаю, уж последняя ли это миссия, чёрной кошки или нет. Но тем не понял. Не понял юмора. Ай. Человек-паук умеет плавать. Вот это мужик. Я, по-моему, уже перебрался через мост. Ну да, иначе, как объяснить вот эти все метаморфозы. Похоже, мне нужно взглянуть на карту города. И как это сделать? Что-то я даже не знаю. Куда нажать, чтобы карта была? Иначе как мне попасть в ту самую секретную базу? А, там, наверное, разбежаться нужно или что-то такое. Ну, ясно, ясно. Было в Человеке-пауке 3 было. Но тут, видимо, другая несколько ситуация. Потому что, какого чёрта? Я же... Как? Как Человек-паук мог в воздухе висеть? Вот этого я и не совсем понимаю. Да ты, блин, чё-то меня атакуешь, а? Жить надоело, что ли? Нужно ещё 60 мужиков убить, чтобы получить сколько-то там опыта. Ну, какая тупость вообще невероятная. Кстати, прежде чем к миссии приступить, я ещё раз зайду в улучшение. И куплю все, все способности. Вот это говно, наверное, куплю, чтобы легче было мужиков атаковать или нет. Не знаю, вот эта хрень действует на территорию или нет, но надо попробовать. Мне приятно смотреть на это. Так, а затем держи Х перед столкновением с врагом. Начни удар паутиной. Удар паутиной. Y плюс X. А потом нужно ещё раз нажать X и держать. Чтобы что было? Чтобы поехать на нём, как на скейтборде. А потом ещё. Короче, Спайдермен может давить врагов. А, ну вот это вот действие на территорию. Вот это вот хорошо, хорошо. Чё я там, все деньги потратил или нет? Атака усиками. О да. О да. Стой, а разве не купил эту штуку, чтобы на зону действовал? Не может быть. Так, надо запомнить, надо запомнить, иначе это всё бесполезно. Ещё нужно купить воздушную атаку в красном костюме, потому что иначе вообще... Ну, никак, никак. Человеку-пауку не смочь. В воздухе нажми и держи. После контакта с врагом, потом отпусти. Так, а что за приём-то? Хорошо, хорошо. Это всё очень здорово. Надеюсь, против летающих целей мне поможет. Потому что мне именно воздушная атака и нужна от красного костюма. И больше никакая. Ну, блин, естественно, я и это куплю. И вообще, все апгрейды, вернее, все деньги на апгрейды потратил. Я же не призвал кошку, правда? Такой глупостью я не должен сейчас заниматься. Активирую миссию. Вот он, стервятник. Не так ли? Что это за кинжал? Ой-ой-ой, похоже, сейчас придется вспомнить, на что там нажимать, чтобы была блокировка. Он сейчас наверняка крылья из них сделает. Вообще, всё непросто. Рубанул паука. У меня улетел в воздух. Удерживая ЛС, нажми. Вообще, очень тяжёлые какие-то вещи нужно нажимать. Так, ну чё? Понравился тебе мой потрясающий удар? Аперкоты мои сладкие, да? Так, 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 надо запомнить, на что там нажимать, чтобы уклонение было. Ох ты! Бросаешь меня. Словно маленькую девочку. Блин. Знаете чё, придётся мне, наверное, перевоплотиться. Потому что... Так же я могу наиболее эффективно его бить. Да блин. Ты чё, парень? Ну как, нравится? Ух ты! Нифига себе. Чувак, мне надо немножко прийти в себя. Подожди, подожди, пацан. Пацан, подожди, ну что ж ты делаешь? Ты сейчас меня замочишь. Ну-ка, спокойно. Может сейчас? Нет. Атака не работает. Да блин. Когда же? Когда же атака начнёт работать? Я знаю только одно, что... У меня сейчас всё очень, очень плохо идёт. Я могу только уклоняться, короче. Давай, восстанавливай свои жизни уже, паук. Блин, да что ж такое? Может быть, красный костюм всё же более полезен будет в данном случае? Нет, нет. Я не хочу быть подверженным твоим атакам. Да блин, 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 давай. Ну. Ну. Удар. Кик. Суперкик. Давай, делаем суперкик ему. Ух ты, как я оказался... А, блин, ну что-то показывает, что этот Человек-паук на глайдере летит. Вот же я простофили. Ай. Так, нужно цель переключить. Сейчас мы пацанов этих немножко обработаем, чтобы они знали, как себя вести с нормальными-то супергероями. Жалко, что вот в такой миссии нельзя призвать какую-нибудь женщину-кошку, чтобы она нас немножечко расслабила-то. Очень-очень жалко. Так. Ты уже дохлый чувак, на самом деле. Че он его бьет? Так, 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 так. По-моему... Нет, один еще, один остался. Вот. По центре. Так, ты давай дохни и переходим к самому главному блюду. Стрелятник. Опа, новую суператаку видели? Я применил. Похоже, ему понравилось. Как мы думаем? Я думаю, что очень понравилось. Вообще, в красном... Ай, опять он начал... Начал меня бомбить. Хорошо, мне кажется, пошло. Он целится, смотрите. Агрессивный-то ублюдок. Ну-ка, на тебе суперудары. Не ожидал, да? Думал, я буду в черном костюме тут на земле пукать. Ай, опять... Опять переходит в наступление наш птенчик. Недобитый. Ну-ка. Ну как, свежесть ощущаешь? Утреннюю бодрость в этом прекрасном, чудесном, светлом небе. Я ощущаю прямо такой вкус жизни. Конца жизни твоей. Вот это мощные удары. Но жизни-то как-то не супер много ему отнимается. На самом-то деле. Что-то он... Что-то он уже к земле все ближе и ближе, этот старикан. Ну, правильно. Знаете, вообще все старики, чем старше, тем ближе к земле. Ну, вообще уже совсем обалдел, охренел от своей раны анальной, которую паук ему доставляет. Сейчас опять, наверное, будет лететь на нас. Так, запарил он своими лицами. Откуда у него эти мечи берутся? Вот не совсем понятно. Куда я? Стал падать куда-то? А, и автоматически вернулся человек к полу. Вот оно как нужно, видимо, прыгая прям по трупам. Да как же так? Не удается, вы видите, какая штука. Да... Не получается. Да блин, блин. Нужно обязательно их атаковать, иначе... Иначе вообще нихрена не выйдет. Да блин, запарили, запарили. Ребятки, запарили, давайте. Мне нужно к Волтеру добраться. Я даже не буду на вас останавливаться, я просто к нему буду подбираться. И очень четко и точно его атаковать. Ух ты, ух ты, похоже, он сейчас хочет опять свой вихрь сделать. Не, он уже ничего не хочет. Я смотрю, чуваку уже вполне насрать на все происходящее. Как над ним паук-то издевается. Ну вот мы видим вихрь, который невозможно блокировать. Ну опять паукан сидит, стоит на здании. Нужно использовать таких вот болванчиков. Болванчиков. Для того, чтобы добраться до основного блюда. Блин, а болванчики-то непростые, хочу я вам сказать. Давай, следующего, следующего болванчика. Ну подлетай ко мне еще кто-нибудь. Вот, вот, подлетаешь хорошенько, хорошенько подлетаешь. Теперь ты. Я ухожу, ухожу вообще от боя. Только, а, нет, нет, упал. В этот раз опять не удалось. Но я надеюсь, это у волчера жизни не восстанавливается. Потому что это было бы весьма логично. Чтобы у меня был какой-то стимул побыстрее. Закончить потасовку глупую. Ну пацаны, давайте как-то четче подлетайте. Чтоб я... Не могу, знаете, не могу выбрать цель специально, чтобы атаковать ее. Почему вы ниже меня опускаетесь? Вот, как бы, главная проблема их товарищей. Блин, зацепиться не за что. Ну, кто-нибудь, пожалуйста. Хорошо, хорошо, подлетай к нему ближе, давай. Я уже почти возле волкера. Да, господи, да. Наверняка сейчас финальная комбинация будет ублюдку. Нифига, нифига себе. Отработали это Человека-паука, как здорово. Сейчас ты получишь несчастный урод. Лысый ублюдок. И уже пора давно на тот свет. А ты тут пытаешься еще зажигать. А в небесах-то, Нью-Йорка. А-а-а, еще два удара. Готов, старикашка. Неужели он уйдет сейчас от нас? Ой, это тут оказывается еще квик-тайм-эвент. Ух ты. Еле успел. Надеюсь, больше не будет. А, конечно, нет. Нужно его еще потушить. А потом еще наверняка он лишится крыльев, и нужно будет спасать его. Так всегда бывает. Паук всегда спасает своих жертв. Нет. Положил спокойно. О, да. Ты знаешь, что нужно делать. Ну вот мы замочили стервятник. Просто замочили, и что еще прикольнее мы сделали его своим союзником. Представляете, какая срань, срань господня. У меня стервятник-союзник. Невероятно. Теперь, видите, можно его прицеловать. Обалдеть. Обалдеть. Хрен его знает. Сейчас посмотрю, что там у нас, какие миссии следующие. Так. Вот она, кошка. Что ты мне скажешь, кошка? Привет, Человек-паук. Какой перевод. Нечто большее кроется за этим. Я буду смотреть, если что-то странное произойдет. Хм. Еще одни хм. Я собираюсь за тобой приглядывать. Хорошо. Я согласен. А тем временем собираюсь прикрыть маленькое шоу кегли. Хорошо повеселиться. Я всегда так. Прощай. Миссия Клинин, найти участок погрузки кегли. Очередное, значит, место сбора ублюдков. Участок нужно найти. И будем мы искать его в следующем летсплее. А это конец летсплея номер 6, по всей видимости. Да? Номер 6? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...